Спасибо большое. Мы поставили задачи и цели на этот год. Что мы должны достигнуть? В начале года мы обозначили самые важные проблемы. Что внесемные проекты, когда они реализуются, предприятия сначала начинают тратить деньги на приобретение или аренду земельного участка. Получение технических условий. И после этого они начинают разрабатывать проектно-смертную документацию. Разработав проектно-смертную документацию и потратив уже первичные средства, предприятие идет на общественные слушания для того, чтобы определить, может ли он данный объект построить на территории того или другого муниципального образования. И чаще всего, учитывая, что на текущий момент все проекты не имеют внутри себя экологическую составляющую, формально имеют с точки зрения проектно-смертной документации, но с точки зрения неисполнения нормативов по экологии не имеют. И после этого предпринимательская инициатива ломается на корне, потому что не проходит общественное слушание. И в начале года мы задались этой целью для того, чтобы проводить предварительные слушания по поводу экологии и именно экологичности будущего производства до момента, пока предприятие начало тратить деньги и разрабатывать проектно-смертную документацию. То есть, таким образом, сначала предприятие понимает, может ли оно построить свинокомплекс, забыл по производству цемента или строиматериалов, и только после этого оно уже начинает приступать к реализации проекта, то есть разрабатывать акологичную документацию. Это было поставлено в начале года. Это был февраль месяц 2017 года. За этот год, как отметил Дмитрий Сергеевич, Ольга Митякс совместно с Министерством экономического развития разработал регламент. Регламент – документ, который описывает координацию действий всех участников инвестпроцесса, начиная от предприятия, которое хочет построить завод, в том числе включая органы исполнительной власти субъекта, федеральные органы исполнительной власти и банк с госучастием. И таким образом, на рамках этого документа было прописано, о том, что на текущий момент все заявки, которые будут выступать в рамках данного регламента, они будут проходить первоначальную экологическую экспертизу до момента разработки проекта на сферной документации. Учитывая, что регламент будет предусматривать под собой годное аккредитование для проекта, который аккредитуется на 12 лет, то, соответственно, это позволит создавать новые производства, привлекая долгосрочные средства заемные, но уже первоначально имея точку опоры, что данный объект, соответствующий экологическим требованиям, может быть построен на территории субъектов Российской Федерации. Поэтому, можно сказать, что в рамках этого года мы выполнили ту задачу, в которую идет цель, которую мы ставили в начале года. Это приятно. Поэтому мы готовы в следующем году продолжить данную работу и продолжить ее уже на примере тех заявок, проектов, которые будут выступать в следующем году. И по итогам 2018 года отчитаться, что приводные проекты прошли через такой фильтр, при котором первым является слушан в компании. Спасибо большое. Спасибо.